Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня интереснейший коньковый мастарт пройдет у лыжников на Олимпиаде в Пекине и в преддверии этой гонки интересно услышать что думают о ней норвежцы. Для начала будет интересно узнать мнение тренера-дистанционщика в сборной Норвегии Эрика Мюрносума, который в отношении сегодняшней гонки провел некоторые аналогии с марафоном в Зейфельде 2019 года. Напомню тогда даже будучи находясь до этого в средней форме норвежцу Хансу Кристору Холлуну удалось совершить дерзкий побег и финишировать первым выиграв у Большунова почти полминуты. Никто просто три года назад не ожидал такой прыти от Холлуна. Именно поэтому его будут серьезно пасти и убежать ему позволят только безумно хорошо подготовленные лыжи и безумно хороший день. Со слов Носума Холлун способен усложнить жизнь на очень тяжелой трассе многим лыжникам, соверши он подобный побег еще один раз. Учитывая практически проваленную Олимпиаду, Холлун запросто может пойти на все деньги. Сам Холлун рассказал, что при хорошей подготовленности убежать в Джензекоу даже проще, чем в Зейфельде. Однако, по его словам, сложные погодные условия внесут коррективы в этот побег. Лыжник выразился относительно плана на гонку, заключающуюся в избавлении от Клэба. По его словам, такого плана нет, ибо Клэба уже не чистый спринтер и может продержаться в марафоне как угодно долго при этом, учитывая его неплохую форму на Олимпиаде. Ну а предстоящий мастарт на 50 километров он предсказал как один из самых тяжелых за всю историю. По его мнению, в гонке будут случаи, когда лыжники будут падать в обморок на последних километрах дистанции. И он будет удивлен, если увидит на финише гонки порядка 10 лыжников, совершающих спурт на финишной прямой. Ну а что же Яханнес Клэба? По словам норвежского лыжника, он будет держаться в гонке как можно дольше. Он не стал скрывать, что конек подходит для него немного хуже, чем классика, но пообещал выдать свой максимум. Он выразил надежду, что попробует не отставать до тех пор, пока не увидит старуху с косой и еще чуть-чуть после этого. Вот таково мнение норвежских спортсменов и тренеров на эту тяжелейшую гонку, которая пройдет практически при температуре минус 15 градусов мороза. Пожелаем успеха всем нашим лыжникам, а это Александру Большунову, Денису Спецову, Артему Мальцеву и Ивану Якимушкину. Хотя прекрасно отдаем себе отчет в том, что шансы на победу есть только у Большунова и Спецова. Гонка начнется в 9.00 по Москве на телеканале России. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.